Решите уравнение. Как обычно перед просмотром попробуйте решить это уравнение самостоятельно. Для того, чтобы уравнение имело смысл, необходимо, чтобы под знаком квадратного корня было неотрицательное число. А это значит, минус x должен быть больше или равен нулю. С этого начинаем. Теперь заметим, что при нашем условии обе части данного уравнения определены и неотрицательны. А это значит, что при возведении обеих частей нашего уравнения в квадрат мы получим равносильное уравнение. То есть, для того, чтобы избавиться от квадратного корня, возведем обе части уравнения в квадрат. Получаем минус x под знаком корня и все это в квадрате. А в правой части у нас будет x в четвертой степени и все это в квадрате. А первое неравенство мы пока перепишем без изменений. То есть, мы не будем умножать обе части первого неравенства на минус единицу. И далее будет понятно почему. То есть оставляем все как есть. Минус x больше или равно нулю. А второе уравнение после возведения в квадрат будет иметь вид минус x будет равен x в восьмой степени. И вот теперь заметим, что за счет четной степени правая часть второго уравнения не отрицательна. А это значит, что из второго уравнения автоматически следует, что минус x должен быть не отрицательным. То есть первое неравенство, так как оно автоматически следует из второго, можно будет не писать. То есть от системы у нас остается второе уравнение. Минус x равно x в восьмой степени. Переносим минус x в правую часть. Получаем x в восьмой степени плюс x и все это равно нулю. Ну и дальше как обычно. Левую часть разложим на множители. Или x за скобку остается x в седьмой плюс единица. Все это равно нулю. Произведение многочленов равно нулю, когда хотя бы один из них равен нулю. То есть или x равен нулю. Или x в седьмой степени плюс единица равно нулю. Первое уравнение переписываем. А из второго получаем, что x в седьмой будет равен минус единице. x равно нулю или x равен корню седьмой степени из минус единицы. Окончательно получаем или x равен нулю или x равен минус единице. Можете самостоятельно убедиться, что оба эти корня нас устраивают. То есть кто хочет может сделать проверку. Пишем ответ. x равен минус единице или x равен нулю. Задача решена. Кому решение понятно, ставьте лайк, пишите комментарии. И заходите в гости на наш семейный канал. Ссылка будет в описании. И заходите в гости на наш семейный канал.